Девушки отдыхают 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 очередной обман с ее стороны, да, говорить о том, что я все делаю ради своих детей, ну, ну, конечно, диастазный живот будешь приводить в порядок, это все исключительно ради детей, и бесконечные сауны тоже ради детей, конечно, конечно, и, конечно же, невесты на выданье, и жениха тебе подавай, это тоже ради детей, мало твоим троим детям было, Жене Б, как ты сама рассказывала, так ты еще всем остальным решила преподнести очередной подарок, ну, и опять про ролики, про то, что ролики сейчас у нее на хороших местах, их рейтинг замечательный, вторые и третьи места и так далее, Люль, ну, здесь, в принципе, неудивительно, ты настолько достала своих хомяков, они устали от твоего вечного нытья и бросились все смотреть твои кинофильмы, ну, а затем говорит, я похудела настолько, насколько написала на ролике на канале Мать-Героиня, Люль, ты в названии ролика указала, что похудела на 20 килограмм, а в ролике озвучила, что на 10, это как понимать, вот я вчера его обозревала и тоже ни черта не поняла, далее, собралась активно худеть, говорит, я, я, говорит, вы знаете, говорит, разнервничалась тут на днях и разом сожрала 10 конфет, а когда, друзья, моя Люлька выходила из больницы, она сказала, что нет-нет-нет, все, баста, карапузики, кончились от танцы, есть много не буду, буду соблюдать исключительно диету и есть по чуть-чуть, а затем говорит, буду заменять конфеты чем-то полезным, ну, ей стали тут писать, чем надо заменять конфеты, все как всегда, она говорит, не-не-не, меня в этом вопросе консультирует Маша, ребят, в этот момент я чуть не упала с кресла, вместе с чашкой кофе, да-да, Маша весом в 150 кг или более того, дает Лельке ЦУ, как лучше похудеть, Маша выглядит действительно так, как должен выглядеть диетолог, вот, если честно, если бы я к такому диетологу пришла, я бы развернулась и ушла, а я вот думаю, может быть, наоборот, у Машки цель, знаете, Лельку довести до своего состояния, как знать, как знать, потому что канал Лелькин, она уже доводит, так скажем, вот, как раз-таки в то самое место, откуда потом будет крайне сложно выбраться. Далее, далее, друзья мои, началось все самое интересное. Далее на стрим пришел не больше, не меньше защитник, защитник отечества, защитник родины Федор, старший сынок Лелькин. И сразу сказал, что да-да-да-да-да, там начал что-то рассказывать, и, кстати, сразу хочу отметить, для тех, кто не в курсе, Федя тоже хорошо относится и всегда относился к Лелиным донатам. Он об этом говорил еще на стримах год тому назад, как раз-таки тогда, когда я стала смотреть Лельку. Говорил о том, что я ничего плохого в этом не вижу. Это говорил защитник отечества, да, это говорил, так скажем, будущий офицер, который сказал о том, что я ничего плохого в этом не вижу. Я считаю, что это нормально, если люди донатят. Да, это нормально, когда люди донатят, но это ненормально, когда ты 300 раз за стрим говоришь о том, что без помощи людей тебе никак не выкарабкаться, и твои дети будут сидеть без тепла и голодные. Затем, друзья мои, стали обсуждать, что Федечка копия Лельки. В общем, все как всегда. Ну, а Лелька далее стала себя нахваливать, мол, помнит, как она вставала по ночам к Феде. Ну, я так понимаю, что только к Феде она и вставала, когда тот был маленьким. Возможно, возможно, если не врет. А потом, я так понимаю, тупо рожала и забивала на своих детей. Веронюку вообще от себя отделила сразу же и подселила ее в комнатенку к 15-летнему подростку. Вот вам и многомать. Ну, а Федя тоже задумался, друзья мои, прорекламировать свой инстаграм у Лельки. Я сначала что-то вообще ничего не поняла, а далее, далее, далее началось все самое интересное. Но все по порядку. Задали Федечке вопрос, планируют ли Федя детей. Вот я не знаю, больше нечего спросить, что ли, у пацана, которому в апреле будет только 20 лет. Какие ему дети, он еще сам, по сути, ребенок, не состоявшийся, да, не состоявшийся молодой человек. Видимо, спрашивают, я так понимаю, такие же, как и Лелька, которые вначале рожают, а потом думают, на что мы будем содержать детей. Слушайте, у него еще толком ни образование, ни работы, ни денег, ничего, а они уже кричат, Федя, мол, когда ты будешь рожать, господи, да. Далее, кстати, Федя признался, что он уже блогер. Ребят, держите меня семеро. Оказывается, он уже блогер, под прикрытием. Но когда Лелька стала говорить, Федя, Федя, ты что, честно, у тебя есть канал, скажи мне, и я нагоню тебе туда, типа, подписоту, твоя мамочка же такая крутая. Федя сказал, не-не-не, я, говорит, под прикрытием, я не хочу, чтобы знали, что я, мол, твой сын, типа, я не хочу, чтобы знали. Я, говорит, себя там не показываю. В общем, друзья мои, я так понимаю, что и не хочет светиться на месте учебы, а также, конечно же, не хочет мамкиной дурной вот этой вот славы. Да, и Лелька, Лелька, Лелька считала, что, наверное, она такая вся крутая, но, видите, уже даже дети ее в каком-то смысле стыдятся. Да, друзья мои, могу Лельку действительно поздравить. И еще такой момент, вспомните, Лелька всегда орала, Федя же сказал, что он на своем канале себя не показывает, то есть у него какой-то там голос за кадром, что у него там неизвестно. Вот, но слушайте, что самое интересное, вспоминайте, как Леля говорила про каналы, где не показывают свое лицо. Она орала, ой, да это ссыкло, да это говноканалы, да те, кто не хочет себя показывать и не показывать, то есть теперь канал ее старшего сына, согласно ее логике, это тоже ссыкливый говноканал, ну, в ее понимании, правильно? Давайте будем называть вещи, так скажем, если она так говорит про тех, про людей, да, то, значит, соответственно, ее сын, если он прячется от всех, а тут, я думаю, он прячется не только потому, что мама поберуха всея Руси, но еще потому, что, скорее всего, на месте учебы отреагирует не очень хорошо, это мягко, скажем, да, еще неизвестно, какой канал, какая тематика, возможно, он там тоже просит донаты. Я не удивлюсь, потому что это ее дети и здесь, в принципе, все уже давным-давно понятно, да, понял Федя, что мамка ему ничего хорошего не принесет, слава мамкина ничего ему хорошего не даст и решил мне указывать себя, так скажем, на просторах Ютуба, что он сын поберухи, главной ютубовской поберухи. В общем, что я могу сказать, друзья мои, продолжение, конечно же, следует всей этой басне, обязательно будет часть вторая на этот стрим, но вообще, в принципе, круто устроились защитник Родины, которого государство кормит, поет, да, пока он учится, то есть он живет там на полном обеспечении, живет в казарме и так далее, все у него замечательно, хорошо, а Лелька все орет, что государство ничем не помогает. Так вот, государство их учит, учит, а он мечтает быть просто крутым блогером и сидеть, наверное, так же, как и Лелька и клянчить деньги. Вот и вся их, как говорится, сущность, никто, в принципе, в этом не сомневался. Ребят, продолжение следует, пишите, что думаете по этому поводу, оставляйте свои комментарии. Ну что ж, всех целую, обнимаю, всем желаю прекрасного дня, хорошего вечера, берегите себя, своих родных и близких, здоровья, здоровья, еще раз здоровья. Ну и, конечно же, всем тем, кто подписывается на канал, всем, кто ставит лайки, всем, кто пишет хорошие, адекватные комментарии, всем огромное спасибо, всех целую, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok